всем привет блендер 2 и 8 погнали разбираться как тут да что в этом ролике давайте рассмотрим именно референции но перед тем как лепить конечно надо какой-то образ рядом иметь если кто не лепил то хотя бы на что-то смотреть или из головы так ну погнали как тут все происходит отключаем вот эту вот заставку левая кнопка мыши на на свободном поле короче следом берем и вот это все выделяем и жмем делит на клавиатуре следом нажимаем так наш находим юв сферу вот так она установилась и теперь нужно подгрузить и референции вот наводим на этот уголок и вот так вот крестик появился вытягиваем вот такую вот еще одно окно и снизу также можно повторить вот наводите на черную полоску экрана вот этот и появляется крестик и вот вы крестик поднимаете опять же до половины следом нужно все это дело очистить заходим вот в это меню находим ими так имеешь идитор и тут тоже делаем то же самое имеешь идитор теперь подгружаем сюда референс и жмем open находим десктоп допустим у меня на рабочем столе все это подгружаем 1 open image и то же самое проделываем со вторым референсом находим его open image все референсы есть теперь такой вопрос вот когда вы лепите я лично привык просто смотреть на модель и просто лепите именно смотреть на профиль и фаз мне не нужно чтобы находилась картинка рядом она меня отвлекает она просто мне не нужно так что можно с этим делом сделать да жмем shift правая кнопка мыши и вот сюда вот где-то устанавливаем курсор центральный вот этот снимаем выделение левая кнопка мыши на площади вот этой осевой я своими словами так что уж извините и вот теперь жмем add и находим так находим mpd mpd вот эту вот и подгружаем image пустышка вот такая рамка появилась надо в нее теперь засандалить картинку да заходим теперь вот вот сюда вот называется это дело context object date нажимаем и вот здесь жмем open опять же находим десктоп и подгружаем референс который нам нужен вот он подгрузился так следом можно все это дело вертеть крутить именно используя вот такой вот курсор используя гизму и используя ротацию вот так также все это дело сейчас я shift колесико нажимаете и shift и можете двигать туда-сюда все это дело еще поближе и колесико приближает вот так все это дело выглядит можно это все поднимать вверх уводить назад словом двигать гизму помогает все это дело перекручивать вот так вот но почему-то крутит она очень криво что-то мне вот эта вот фишка не очень нравится но вот так сейчас ее попробуем подкорректировать так вот где то ну в принципе все установилась так можно вот поднятие выше опустить увести в бок вот используя гизму так его можно отключить и теперь вот за эту рамку тянем так 1 1 1 1 1 1 и можно ее увеличить и еще больше можно поставить вот так вот смотрим что да как тут установлена все нормально и вот с этим делом теперь можно работать так что еще можно передвигать за середину так вот берете крестик тут есть и вы его передвигаете ну вот такая штука переключаемся допустим на мышь на примитив и можно этот примитив тоже вот так вот подогнать вот таким вот образом так shift зажатой колесик вот так и поближе поставлю чтобы вам было видно ну вот теперь где то вот так все это дело получается можно эту картинку вот этот референт заблокировать но у меня его здесь нет вот этого значка почему-то он рядом с глазом должен идти и на него нажимаете и он блокирует картинку чтобы вы ее не сдвинули и так далее ну в принципе это не такой не столь важно главное что вот они референции есть можно работать кайфуйте лепите так теперь переключаемся контрол так контрол тап заходим скульпт мод и вот и пока там и лепим вот любую кисточку возьму и вот так вот все это дело мы пролепили допустим так на кисточку побольше поставить control z control z нажимаем английскую и кисточку так вот тянем побольше можно поставить здесь стоит симметрия все как положено так вот так все это дело подогнали по лицу и надо видеть референс опять же сейчас я уменьшу чтобы не мешал нужно видеть референс что можно сделать нажать z получается открывается вот такое окошко и можно включить в фрейм вот вы видите что сетка и уже сетку можно корректировать подгонять именно под голову под лицо персонажа ну вот где-то так тут все происходит вот такая штука чтобы потом это вернуть назад опять жмете z и соли тут включаете и все нормально вот лепи не хочу референс установлен если что-то не так так вот эти вот как убираются я в прошлом ролике показывал вот можете закрывать их ненужное и вот возвращать вот так вот если вы убираете площадь вот эту вы видите что исчезает и референс если он вам не нужен вы можете его или тут убрать вместе с площадью с осями или вот выключить глаз отключаете здесь глаз и все можете дальше продолжать лепить ну вот что-то в таком духе так ну вот эти вот референсы можно вот так потом убрать потом опять вытянуть можно их вообще вот так выдвигать насколько хотите чтобы не мешались также их можно позакрывать это вот не проблема можно вот так один референс ставить чтобы на него смотреть а вот так можно второй и вот так все это делать а ночь регулировать смотреть так что еще тут у нас есть закрывается он вот он крестик так папка вот она копия вот она ну словом не так все сложно тут все всем пока до свидания хотелось бы конечно в этот ролик еще в кинуть референсы как забрать типа сравнения ну наверное все таки кину ссылку на то как забрать делаются референсы как там все устанавливается кому интересно конечно все всем пока до свидания